В самом начале своей истории мерседесовская аббревиатура SL означала сверхлегкий. С годами была легкость растерялась, и в последние десятилетия вместо спортивного снаряда публика получала комфортабельную машину для большого туризма. Как вдруг немцы опять решили сделать SL проворным и бодрым. Правда, с легкостью снова вышла промашка. Абсолютно новое поколение R232 весит без малого 2 тонны, что на полтора центнера больше предшественника. Хотя этому есть объяснение. Первая – возросшая длина. Вторая – четырехместный салон. Третья – полный привод. Четвертая – полноуправляемое шасси. И, наконец, пятое – обилие электроники и сервоприводов. И как при таком конструктиве было схуднуть? А ведь инженеры AMG, создававшие модель, старались убрать лишние килограммы. В основе машины лежит алюминиевый пространственный каркас, на который навешаны наружные панели. Плюс жёсткая крыша уступила место мягкому верху. Поднять или сложить тканевый верх можно за 15 секунд, но и этим никого не удивишь. А вот активная аэродинамика – штука любопытная. У этой двухдверки из крышки багажника выезжает спойлер, а из-под переднего бампера – сплиттер. Плюсом идёт хитрейшая система жалюзи, что может отдельно прикрывать нижнюю и верхнюю решётки радиатора. И даже страшно представить, как вся эта машинерия, включая выдвижные ручки дверей, будет работать годков этак через 15. Но отбросим лирику, ведь физика – это бензиновый битурбо В8, отдачей 500 или 600 сил. Обоим помогает 9-ступенчатая коробка, что представляет собой классический автомат, где место гидротрансформатора заняло мокрое сцепление. Совершенно новое шасси – это пятирычажные подвески, собранные на прогрессивных пружинах и адаптивных амортизаторах. Правда, у более мощной версии вместо стабилизаторов имеется хитрая гидросистема. Обе машины тратят на разгон до сотни порядка 4 секунд, а их максималка составляет плюс-минус 300 км в час. При таких данных не простить двухтонную массу просто невозможно. И других поводов тоже хватает. Скажем, при опущенной крыше центральный планшет мультимедийки автоматически меняет свой угол наклона. Вот так немцы решили проблему бликующего тачскрина под открытым небом. В общем, свежайший SL хорош во всем, включая дизайн. Но разве что цена хромает. Немецкая пресса пишет, что стоить новинка будет под полторы сотни тысяч евро. А что делать? Инновации нынче дороги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин